Здравствуйте! С вами снова Вячеслав Смирнов, врач, профессиональный преподаватель йоги, автор книги «Живи энергично». Мы продолжаем с вами тему физкультурных развивающих оздоровительных пауз для работников офиса. Еще раз повторюсь, это крайне важно и, возможно, вы об этом знаете, возможно, нет, но на самом деле, на всякий случай, это такая полезная цифра, из всего, как правило, 8-часового рабочего дня, который обычный среднестатистический человек проводит на работе, эффективно времени он работает сколько, как вы думаете? Ну, формат общения такой, что ждать ответа мне не приходится, поэтому я отвечу, но вы для себя цифру как-то определите, как вы думаете, сколько там, 3, 4, 5 часов. На самом деле, никаких не 5 и даже не 3, а полтора, максимум 2 часа. Все остальное время человек тратит на то, чтобы бороться с тем, чтобы постоянно разгонять мозг, который периодически входит в своего рода ступор, отвлекаясь на разные роды параллельной активности или просто борясь с накапливающейся усталостью. Поверьте, что в результате вот этих простых перебивок есть, конечно, намного более эффективные такие полноценные методы, но просто сейчас в этом формате общения мы этого не сможем разобрать, но даже благодаря вот таким коротким перебивкам вы сможете повысить интенсивность, эффективность своего рабочего времени в разы, довести практически до ста процентов. Просто помните о том правиле, которое мы поднимаем еще с первых роликов, что обязательно каждые 50 минут времени нужно делать короткую перебивку на 5-10 минут, каждые там 3 часа рабочего времени минут 15-20 для того, чтобы полностью переключиться, нагрузить немного тела, разгрузить мозг и тогда, поверьте, вы не будете уставать, вы будете к концу рабочего дня уходить в намного лучшем состоянии, а возможно даже и в неуставшем состоянии полностью. Просто это важно помнить. Итак, следующее движение. В идеале, в идеале не обязательно, но в идеале нам желательно иметь валик, например, это может быть полотенце или какая-то плотная подушка или просто валик подголовный, который мы подкладываем себе под таз. То есть валик должен быть продольно, вот, например, я скрутил полотенце, положил его под себя и сел на него сверху так, чтобы мои седалищные кости были по обе стороны от него. То есть я не сижу на полу, на стуле, я сижу на неустойчивой опоре. Движение очень простое, но благодаря вот этой детали, валику, у нас происходит очень-очень глубокая регуляция. Если у вас даже были какие-то проблемы с позвоночником, я вас уверяю, что там боли в крестце, в тазу, в шее, еще где-то в каких-то участках тела, внезапно вы вдруг сможете обнаружить, что они вдруг прошли, при том, что вы на самом деле даже собой, как таковой какой-то серьезной активностью не занимались. Движение предельно простое. Руки на голову, предположим, я сижу на этом валике, в идеале, если нет, ну, значит, не сижу, как я сейчас и не сижу. На вдохе я аккуратно сохраняю опять же ровное тело, без прогибов поясницы, без прогибов шеи, аккуратно вытягиваю левый бок в сторону, влево и вверх, на выдохе возвращаюсь обратно в центр. На вдохе правый бок вытягиваю в сторону и вверх, то есть я как будто забедренный сустав и локтевой сустав в затылок пытаюсь максимально оттянуть друг от друга с тем, чтобы четко по боковой поверхности тела создавалось натяжение. На выдохе я возвращаюсь обратно в центральное положение. Итак, я продолжаю дальше. Вдох, натянулись, раскрыли боковую поверхность тела, выдох, вернулись в центр. Вдох, натянулись, раскрыли боковую поверхность тела, выдох, вернулись в центр. Вдох, натянулись, раскрыли боковую поверхность тела, выдох, вернулись в центр. Итак, опять же, продолжаем на протяжении нескольких минут, столько, сколько сможем. Обязательно помним о том, что ритм дыхания должен быть максимально продолжительным. Дышим как можно медленнее. Это тоже на очень многие вещи влияет. Обращайте особое внимание на то, что когда вы делаете это движение Чтобы у вас растягивалась и разгружалась область перехода крестца и поясницы друг в друга Если вы будете там стараться максимально все расслаблять и разгружать Это тоже достаточно благоприятным, позитивным образом скажется на вашем самочувствии и здоровье Вот такое простое упражнение, но тем не менее очень полезное Будьте здоровы, счастливы, эффективны и успешны С вами был Вячеслав Смирнов Спасибо Садимся опять-таки ровно Находим наиболее устойчивое нейтральное положение И движение рук, которое сейчас вы видите, оно очень примерное Делайте так, как вам удобно Но задача создавать максимально ощутимое перемежающееся натяжение Между передней и задней поверхностями тела Мы поочередно их максимально активно включаем